Ребята, всем привет! Вот она игра, гоночная игра, которую мы все так долго ждали, которую я так долго ждал. Need for Speed Heat. На ваших экранах пробная 10-часовая версия данной игры. Сейчас мы посмотрим на игрушку, взглянем, так сказать, первый взгляд, первый запуск. Ничего до этого я не смотрел момента, я начал запись сразу, вот, включил игру и начал запись. Сейчас вместе с вами мы будем смотреть, что из себя представляет данная игра. Вот такое вот главное меню нас выжидает. Ну что, погнали, ребят. Погнали. Интересненько, интересненько все. Так. Принимаем вот эти вот все соглашения. EA. Так. Я ничего не пропускаю. Я вот как включил запись, так и оставляю все. И ничего вообще не пропускаю. Блин. Посмотрим на все эти загрузки. Уровень сложности низкий. Так. Идет подключение к EA. И вот, вот подробности о 10-ти часовой версии. Можете почитать, поставить на паузу, кому интересно. Ну, мы, естественно, как заядывая фанаты NFS, пропускаем это все и просто начинаем играть. Играть соло, играть по сети. Сразу по сети дают возможность поиграть. Красота. Вот такое вот меню нас приветствует. Играть по сети, играть соло. Тачка. Блин, повертеть, покрутить мы ее не можем. В правом верхнем углу мы видим, я так понимаю, кошелек и уровень. Вот. Значит, у нас имеется режим создать группу, но мы не можем создавать группу. Блин, обалдеть, слушайте, создать группу. То есть, у меня есть предположение, что этот режим будет иметь возможность нам давать возможность играть с друзьями полноценно в открытом мире. Кататься, состязаться, создавать свои гонки также. Блин, у меня фантазия настолько хорошо сейчас работает, что я просто не знаю даже, что уже предположить для этого режима группы, создать группу не могу, закрытый он. Найти игроков тоже закрыта такая возможность. Ну и, естественно, приобрести игроку Need for Speed тоже может в самой пробной версии. Давайте сначала попробуем нажать так кнопочку играть соло. Смотрим, вот такой вот загрузочный экран нас приветствует. Блин, как это все радостно, как это все классно, я просто такие эмоции получаю. Я фанат серии NPS, прям тоже немного. Мне нравится Need for Speed, то есть, я прошел 2005 Most Wanted, я играл 12 Most Wanted, который, по мнению игроков, многие считаются самым худшим, мне он просто чем-то напоминал Burnout Paradise, поэтому для меня Need for Speed 2012 Most Wanted тоже был неплох. Играл в 15 NPS, он был самый офигенный, как по мне, до выхода Payback, Payback вообще неудачно. Неудачно. Неплохая игра, но все равно. Полу-сити снова проходит крупнейшее гоночное событие страны. Каждый день сюда будут приходить тысячи восторженных фанатов, чтобы полюбоваться лучшими машинами вживую. Но после заката вы обнаружите, что здесь происходит нечто намного более опасное. Добро пожаловать в мир уличных гонок, где обитают адреналиновые маньяки и фанаты скорости, плюющие на законы и любые правила. Но лейтенант Фрэнк Мерсер, руководитель недавно организованной скоростной спецгруппы Палм-Сити, готов принять этот вызов. Уличным гонкам не место на наших дорогах. Помните, если вы привыкли ездить по городу словно по трассе, мы найдем вас. И если думаете, что сможете удрать, надавив на газ, то вас ждет сюрприз. Ведь мы непременно найдем вас и тогда пощады не ждите. Поверьте, бежать вам некуда. В общем, пока держусь. Ага, просто до вида упора. Палм-Сити, найс, первая гонка. В чем дело, Ричи? Они не слабо носятся, про игры в серии, в которые я играл, которые мне понравились. А ну, собрались, народ! Блин, как это холодно! У нас добавили возможность прочитать, сколько процентов гонки мы настигли, сколько процентов до ее ограничения города. Графон, графон впечатляет. В принципе, не сильно изменился, но, наверное, все классно. И управление тоже классное. Пока что, конечно, особо разницы не убьет. Я знаю этого копа! Ааа, мило! Я не шучу, он козел! Нет, если на диалоге будет тоже посетить вот эта судьба камня дикая просто. Которая меня дико бесила в фейбеке. Я думал, они как-то с этим немного завяжут, но... Нет. Поп вонючек. Мы его подрезали. Ускорение. И у нас главный герой женского пола хочу подрезать, потому что предыдущий на задний ход серия ФПС у нас главный герой был всегда из-за нас лучского пола, а здесь решили разработчики не сменить ситуацию, контракт не будет так сказать. Прежде что очень классно на самом деле. Внимание! Я хочу посмотреть аварию. Будет ли здесь если я подлежу опыта? Заграждение! Бери вправо! Я пропустил чит-поинт. А, нет! Блин, в фейпбеке смотрите какая тема если ты проезжаешь от враждения ворота, то тебе нужно будет вернуться обратно для того, чтобы ты мог проехать чит-поинт в инженале движения. Бери в игре. А здесь я тут пересекаю с вершиной приставки в инженале в инженале и проточная в инженале с конь толпы что это круто. Это круто. Блин, сверху верстанет, сзади, тачка, ссоспетка. Я четвертый, шесть. Запустите конец гонки, а я еду четвертый. И ручки тут классно работать в инженале душе. Видишь, на 15-го ПСН, посмотрели, если поймать, понимаешь? Идем, что меня не было слышно. По крайней мере. Это граждание на южном выезде. Не поддавайся! Финиш. Ну я проиграл, да? Уходим с улицы. Согласна. Обалдеть, нас сразу включает сюжет. Анна, я на мосту! Коп пытается меня прижать! Подрезали тачку. О, Камара, да? Да. О! Чёрт! Что ты сделал? Что ты сделал с этой крутой тачкой? Угробил машину? Вон, а не я. Нет, Шоу, это твой косяк. Ты пожалеешь, что вообще выжил. А разве выжил? Что вы здесь делаете? Отправляем послание. Стой, стой! Эй, эй! Он же сказал! Да нас же камера палит! Шоу! Так мы теперь работаем? Пусть усвоят урок. Кто посмеет насмехаться над нами, получит по полной. Фрэнк, подумай ещё раз. Чтобы передать послание, нужен посланник. Ты вон из города. Если снова увидим тебя или кого из твоих, отправишься вслед за тачкой. Понял? Вставай! Передашь дружкам. Охренеть! Обалдеть! Вот это да, вот это не ошибло не ощущение сочетное начало. Сразу насилие, сразу.. Блин, негатив. Эй, что случилось? И где твоя тачка? Ты чего? В жопу, все, Анна. Я пас. Я возвращаюсь в Вентуру и забираю Ричи. Но мы команда. Уже нет. Хватит. Что? Ты что, пешком пойдешь в Вентуру? Да. Давай сама. Меня впечатляет. Меня впечатляет начало игры. И персонаж какой-то такой необычный. Вот тут чувак, да. Довольно все... А я могу как-то... Не просто спонтанно вот так вот кликнуть на героя и его выбрать. Я могу... Выбрать персонажа, посмотреть его характеристики. И потом только определиться. Блин, я боюсь нажимать. А если? А-а-а! Блин, не знаю. Вот этот чувак такой модный весь. У меня есть предположение, что если здесь имеется выбор персонажа, то, соответственно, и кастомизация тоже будет. Внешнее. Можно будет покупать всякие шмотки. Только я пока не знаю, как это все будет зарабатываться. Выгряю. Блин, ну все-таки в игре ни разу не было персонажа, то есть женского пола. Я думаю, давайте выберем женщину. Мы просто сейчас всех посмотрим. Вот это тоже такая красивая дама. И вот это. Блин, не знаю. Какую из них выбрать? У этой лицо более милое, что ли. Не, давайте между женскими персонажами посмотрим. Вот азиатка есть. Не, ну тварян сразу отпадает. Меня интересуют больше вот эти две дамы. Блин. Эники. Беники. Ели. Вареники. Эники. Беники. Джонс. Вышел пузатый. Матрос. Все, короче, вот. Выбираем вот эту вот женщину. Тупо считалочкой. Не из местных, да? Я Лукас. Чем помочь? Говорят, здесь есть крутые тачки. Все так. Хочешь на шоу-даун? Да. Вместе со всеми давить на газ. Слушай, врать не буду. В последние дни спрос бешеный. Все расхватали, но... Кое-что осталось. Не самые крутые, но... Ничего. Хочешь осмотреть? Вдруг что зацепит? Да, выбор тачки после выбора персонажей. Найс. Форд есть у нас такой. БМВ. Ниссан. Шевролет. Блин, он не шеврик. Вот мне шевролет нравится, я хочу него. Эту машину нельзя приобрести. В смысле? Эй, а как? Почему? Тебе, значит, нравится японские сгибы? Ну ладно, тогда не сам возьмем. Я приз получил, серьёзно. Я приз получил, прикольно. Типа, типа, полная версия, просто не 10 часов говорится. Ну, чё, класс. О, вот эта карта. Блин, карта выглядит вообще как-то отстойно, что ли. Ну, дизайн именно карты. Ну, слушайте, я бы не сказал, что она прям огромная. Ни фига, она не огромная. Давайте попробуем вот этот вот заезд. Давайте. Так. Кодекс обновлён. Кодекс обновлён. Если хотите прочитать записи, воспользуйтесь разделом прогресс. В главном меню. Понятно. Лучше не лихать, просто приведи машину на старт с целостей и сохранностью. Ну, вот это уже интересно. Там столько разных кубков. Это твои? Моего старика. Роберто Ривьера, мистер Бресков. Своими руками восстановил жёлтый Камаро 67-го. А потом стал чемпионом. Оставил... Повреждений нету, но я специально обрежался. Все так говорят. А где повреждения? Да, он важная штука здесь, да? Я не против. Для дела это круто. А в гонках можно кучу денег заработать. Куча денег мне пригодится. Тебе и всем в этом городе. Да, пальмы сбиваются как бумажки. Ну, с физикой в игре по-прежнему всё очень плачевно. О, блин! Офигеть! Ручки ещё лучше стал работать. Кот! Вы видели, как я вошёл по... Я не тормозом, внимание. Я не тормозом вошёл в поворот. Как это делал в предыдущих двух частях. А с помощью ручника на квадрат. Так как я играю на полу-су-су-су-4, я буду, естественно, управление по своему обозначению. Опытно, это на геймпаде. В том числе, если по-прежнему. Эй, Декс, будь сегодня помягче. Надо обкатать новую тачку. Если одну из твоих, то вряд ли она новая. Ты с нами? Не, бро. Я провожу гонки для новичков, если хочешь войти в курс дела. Да-да, чувак. Очень смешно. Всегда пожалуйста! Поговорим с тобой после гонки. Удачи тебе! Здесь глуповато сделан радар. В направлении маршрута, если быть точнее. Поворот нажати. У-у-у! Смотрите, как это всё вылетает! Что это играет? Что это физико? У меня тачку вообще не варит. У меня машина вообще не варит. Ещё только середина. Сможешь догнать. Да ну вряд ли. Я продавал целую тачку. Что-то я разрушаемости автомобиля, а не вижу здесь. Может, настройках это всё будет меняться? Потому что в пейбеке разрешаем какая-нибудь 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 она была. В... 15-м тоже. Какая-нибудь какая-нибудь она была. И грязь она что-то здесь я не вижу что там что побеждаю без напряга. И вот я на финише. Ну мы последний. Видал похуже. Но ты ещё прокачаешься. Награда 4 кодоваров. Ну вот мало. Машина неплохо держит дорогу. Слушай, у меня есть пара дел в городе. Лучшее, что можно сделать с выигрышем купить себе систему Нитро. У меня их не осталось. Поищи в магазине запчастей, а я приложу. На Шоу Дан всё работает так. Хочешь бороться? Прокачивай тачку. Это стоит денег. Гоняешь, выигрываешь, качаешь и летишь вперёд. Гонкам поживее и наградам пожирнее. Конечно, не всё так просто, но в целом так. И для начала прикупи себе Нитро. Буду иметь в виду. По Паум. Купил тачку у меня, я всегда помогу с прокачкой. Какой бы звездой ты ни был, без механика ты как без рук. То есть без тебя? Хочешь выйти против всего Паум-Сити? Ха, дело твоё. Просто учти, подстраховка нужна каждому. Поедешь в магазин запчастей, загляни на старый автодром. Он заброшен, но когда-то на том треке гоняли на пределе. И сейчас гоняют. Если никто не смотрит. А почему закрыли? Думала, этот город живёт гонками? У нас теперь есть улицы. К чему автодром, если каждая дорога от трассы? Ну с авариями тут всё равно можно. Да, там всё равно можно здесь. Цучно с работой. Вот. Ну, незначительно. Ладно, заезжаю в мастерскую или что это такое. Не, мне нравится, ребят. Мне нравится. Вот я получаю реальные эмоции в данный момент, играю в игру, и меня всё устраивает практически сейчас. Я слышу, что вы там. Им плевать. У Лука собрала? Да. Знаешь его? Вроде того. Он мой брат. И тачка моя. С ней я впервые победила. Лучшая тачка для начинающих. Хм, понятно. А эти что не открывают? У всех склады пустые из-за шоу-даун. Что осталось, продаю только тем, кто знает толк. Ну так я знаю. Так, так. Новичок с амбициями. Докажешь, что это не пустой трёп? Легко. Дай телефон. Я Анна. Есть лишь один способ заработать себе здесь имя. Что, и всё? Сделаю пару звонков. А ты не пропадай. Я на связи. Пока я кое-кого обзвоню, езжай в Миндос и кись. В той стороне есть заправка. Встретимся там. И я поставила тебе приложение. Эээ, спасибо. Полицейский сканер. О, у нас есть на ходу. Полезная штука. Поверь. А, изи драйв. Ну да, я встречал подобное меню в 12-мостон-классе. Локас дал мне твой номер. Гурналт продайс. Это... Слушай, иногда я провожу гонки в неравах шоу-даун. Приезжай, потренируешь свои навыки. Мы отрезалиемся и призы даем. А ещё ты не поверишь, сколько байк я знаю о локасе. Заманчиво. Кручь, позвоню, когда разрулюсь с новой гонкой. Пока. Меня-то не удивляет. Так, ладно. Гоночку мы отыграли. А, значит, игра. Гараж. Карьера. О, я могу листать музыку, реально. Так, ну-ка стоп, посмотрим. Класс. Смотрите. А, нет. Ничего не шевелится. Когда-то в фото-режиме. Смотрите, всё двигается. Да, только, конечно, здесь реально проблема огромная с физикой. То есть, я не могу, например, взять всё и спокойно врезаться, остановиться на месте. Я врезаюсь, и я тупо ломаю всё. На своём пути. Вот, смотрите. Ужас. Это ужас просто. Всё украшётся. Ну что ж, ребят, вот такой вот, ну, действительно, новый, пустит хит. Меня устраивает, мне нравится, неплохо. Конечно, есть какие-то мелкие недочёты, но это лишь моё мнение по поводу всего происстоящей новой игры. С вами был Ильц, и спасибо за просмотр.